Приветствую, друзья! Сегодня я расскажу вам про бодзи. Почему снова про бодзи? Все очень просто. Дело в том, что набор становится достаточно популярным, и в конце концов мы столкнемся с такой историей, где в дополненную реальность мы уже поиграли, стандартные миссии мы уже сделали, и возникнет вопрос, что дальше. Либо будет еще одна ситуация, что мы хотим провести некое обучение, но нам необходима некая общая база для того, чтобы на этой базе мы могли учить. Так вот, зачастую у нас так традиционно в России сложилось, что обучение происходит с помощью каких-то робототехнических полей. Сегодня как раз-таки речь пойдет о том, как мы будем учить педагогов на робототехническом поле, бодзи ринка. Если вы досмотрите до конца, я покажу еще несколько полей, которые будут полезны всем педагогам, потому что там встречаются самые популярные темы. А не досмотрите, этого не увидите. В любом случае, рассказываю, что мы будем сделать сейчас. Может, вы знаете, а может, и не знаете, но есть такие взрослые соревнования, которые называются Kegel Ring. Там задача достаточно простая. Находится в центре робот, по периметру находятся баночки и, собственно, в количестве 8 штук. Его задача вытолкать эти банки за пределы круга. Все. Если он вытолкал, а сам остался внутри круга, он победил. Там сравнивают время, все хорошо. Чтобы он не вываливался, часто используют датчики цвета и он, ориентируясь на линию, когда вытолкал банку, возвращается обратно. А иногда и не используют, в зависимости уже от регламента соревнований. Вопрос. Чем будет отличаться Bodzi's Kegel Ring от, собственно, классического Kegel Ring? Именно роботом. Потому что то же самое мы будем делать с дошкольниками и начальной школой на, собственно, базе робота Bodzi. Банки у нас будут не жестяные, как во взрослой робототехнике, потому что мы за здоровье. У нас будут вот такие конструкции, которые вам предстоит собрать самостоятельно, либо использовать какой-нибудь бросовый материал. Полную характеристику поля, друзья мои, вы можете увидеть, ну и как и регламент соревнований, уже привыкайте к этому. Мы размещаем всегда в описании к видео. И, собственно, читайте, читайте и будете в курсе последних событий и последних правил. Итак, эти баночки мы будем располагать на поле. Поле представляет собой круг диаметром 1000. Если что-то изменится, прочитайте в регламенте. Он всегда актуален, если вы захотите повторить. Дальше собираем робота. Если хотим, мы можем роботы собрать определенным образом, чтобы часть его элементов нам помогали. Но у нас есть ограничения по размеру. Их тоже учитываем и читаем, где, как вы думаете. Давайте напишем в комментариях. Конечно же, в описании к видео. Все. А если хотите быть в курсе, как проходили первые соревнования, какие результаты были во вторых соревнованиях, хотим с вами поучаствовать, подписываемся на наш Телеграм-канал. Не забываем это делать. А сейчас давайте перейдем к практической части. Я покажу, как это выглядит. Вы загоритесь этим и тоже будете пробовать, потому что вроде соревнований одно, а там столько всего полезного. И расстояние мы узнаем, и что такое время. А ведь повода до этого не было. А тут мы засекать начали почему-то. А еще угол какое-то понятие есть. И вот так, так, так и стратегически подумали, как мы будем банки выталкивать, чтобы Ваську наконец-то обогнать и быть победителем. Такие дела. Погнали к практике! Итак, друзья. Бодзи в середине поля. Вокруг 8 условных назовем банок. Начать. И он готов начать. Давайте попробуем сделать первую операцию. Впереди у нас первая банка. Попробуем ее просто вытолкнуть. Для этого берем вперед и узнаем, на какое расстояние у нас едет Бодзи. Давайте нажимаем, смотрим. Начать. Окей. Очевидно, что этого недостаточно. Давайте предположим, сколько можно шагов сделать вперед. Погнали! Первый шаг мы сделали. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Отлично. Пять шагов и все в порядке. Соответственно, сейчас мы с вами, зная эту информацию, можем написать алгоритм для первого... первой банки. Пять вперед. Сейчас мы, конечно, с вами сделаем хитрый ход, потому что я не хочу к нему подходить. Назад. Назад. Пять шагов. И запускаем. Начать. Все. Базовое положение у нас у робота есть. Ставим банку на место, пишем программу. Вперед-назад. Погнали! 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 Проблема сейчас, друзья, в том, что робот у нас с вами банку-то до конца не вытолкал. То есть она находится как бы по большей части за пределами, но вообще на линии поля. Что мы можем сделать? Мы можем сделать, допустим, с вами, если шагами у нас не получается его выталкивать. То же самое, только через время или через расстояние. Если мы сейчас понимаем, что пять шагов это 50 сантиметров и банка не выталкивается, давайте попробуем ввести 55 сантиметров. Пятьдесят, не пять, а пятьдесят два сантиметра. У нас же чуть не хватает. Все. И назад сделаем то же самое. Пятьдесят два сантиметра. Можем то же самое перевести во время, если вам так удобно, но здесь, помните, что у вас еще все завязано на скорость будет. Сейчас ставим и проверяем, лучше будет результат или нет. Начать! Я считаю, идеально. Вот просто сейчас идеально. Окей, если с первой банкой мы разобрались, у нас сейчас вопрос по второй банке. Нам нужно сделать поворот на какой-то угол. Опять же, дети спросят, что такое угол. И здесь будет повод им это рассказать, так, чтобы они это поняли. Мы сейчас пробуем поворот на 90 градусов, чтобы оценить, насколько этот поворот нам удастся. Начать! 90 градусов. Окей. То есть, по большому счету, мы сейчас с вами можем вытолкать банку номер, какая у нас тут? 7. Хорошо. Но мы хотим делать это все последовательно, поэтому нам нужно сделать восьмую банку, вытолкать. И если не 90, то давайте введем 45 градусов. А поскольку вот сейчас я вот вижу, то есть, смотрите, 30 и плюс 15. 15. Окей. Давайте посмотрим, развернется ли наш Бодзи на 15 градусов. Ну, на 15 развернулся, но не на 45. Хорошо. Окей. Значит, в приоритете у нас получается вот так. Мы здесь выставим 45 градусов. А, тут 30 градусов максимально. Хорошо. Не получается так. Делаем следующим образом. Делаем поворот на время. И сейчас мы с вами поймем, за какое время у нас осуществляется поворот на 45 градусов. Одна секунда это... Начать! Это прям очень много. Хорошо. Тогда мы берем и понижаем скорость до единички. Смотрим. Ту же секунду, но при скорости единица. Начать! Уже лучше. Окей. Я думаю, что полсекунды нам будет достаточно. 0,5. Ставим галочку. Точно, ровно ставим робота. Проверяем. Супер. Окей. Теперь соединяем первую часть программы и вторую. Первая у нас выталкивает банку вперед, потом поворачивается на угол. 45 градусов или полсекунды со скоростью 1. И выталкивает банку номер в угол. Что там у нас получается? 7. 8. 8, 8. Все. И снова мы продолжаем делать вперед и назад, чтобы он у нас вернулся. Расстояние 52. Хотя здесь расстояние под углом. Ну, вы сейчас сами, собственно, все увидите. Давайте сделаем стандартное. Мы же с вами проверяем. Поехал. Очистил поле от одной банки. Поворот на время. И мы такие, оп, и чуть не то. Хорошо. Значит, нам стоит нанести изменения где-то еще на 0. Если 0,5, давайте сделаем на 0,6 секунд при той же скорости. Окей. Сейчас мы можем с вами проверить только последний кусок, чтобы, опять же, время не тратить зря. Все это делается очень легко. Начать. Я считаю, идеально. Соответственно, у нас с вами есть. Раз, два, три. Один базовый кусок программы с поворотами. Дальше мы, по сути, его можем затолкать в цикл. Но цикла мы с вами, ну, мы с детьми еще как будто не проходили. Поэтому будем делать линейный алгоритм. Продолжать все то же самое дальше. Снова движение вперед. Точнее, сейчас у нас будет снова поворот. Снова на время. На 0,6. И потом снова движение вперед. Вперед, вперед. И движение назад. И, собственно, сейчас, если у нас все получится. 52. Опытным путем установили. Скорость, внимание, друзья. Мы не меняли. Двоечка. Ставим его. Центруем. И надеемся, что у нас все будет хорошо. Погнали. Начать. Поставил я не очень хорошо. Это ошибка. Сейчас накопительным эффектом мы проедем мимо. Вот видите? Все. А следующую банку я бы уже не вытолкал. Вот это ошибка именно позиционирования самого робота, который не стоит совершать и на который стоит обращать внимание. Но, опять же, дети, когда наконец-то очистят все поле, они об этом узнают. Итак, друзья, я вам сейчас продемонстрировал, как будет проходить основная часть соревнований, как работает БОЗИС, насколько это интересно и сколько всего дополнительного стоит детям узнать, начиная от количества и цвета, заканчивая углами и расстояниями, а также временем. Это очень полезные навыки, которые здесь необходимы, и поэтому дети их с желанием обязательно изучат и овладеют. Такие дела. Переходим в студию. Итак, друзья, коли вы досмотрели до конца, ловите вам следующий бонус, про который я хочу рассказать. У нас были разработаны заранее поля, которые были для робота-пчелки, робота-мышки и робота-ботли. Но почему бы нам то же самое не сделать для робота-ботзи? Зачем нам плодить кучу всего, если мы можем на одном роботе, в том числе, изучайте вычислительное мышление. Базовые понятия алгоритмики, которые за собой проведут вычислительное мышление. А для того, чтобы вам было интереснее с ним заниматься, и даже если вы не робототехник, а обычный воспитатель, тоже захотели, собственно, немножко высоких технологий потрогать, прикоснуться, так сказать, к ним, и вам было не страшно, мы вам сделали мотивационные поля конкретно же для вас, педагоги. Дети-то и так рады роботом заниматься. Здесь у нас есть несколько тематик. Тематика ферма, и мы с вами сразу понимаем времена года, полезное, не полезное, что растет на ферме, овощи, фрукты, какие животные, техника. То есть все-все-все вот это на одном поле вы можете изучить. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы еще и приготовили элементы. Например, сейчас я тут пошуршу. Вот такие элементы мы сделали специально прозрачными, чтобы они классно смотрелись на поле, которым мы можем ставить, собственно, с вами метки, куда нам следует роботам дойти. Они тематические, вы можете сами вырезать из бумажек, если вам нужно. Ну, часть элементов мы для вас уже приготовили. Например, объезжаем преграды, тушим пожар, потому что у нас с вами есть помимо фермы еще и город. Выглядит он следующим образом. Как вы видите, здесь есть у нас пожарная часть, здесь есть у нас, собственно, все спецслужбы, милиция, скорая помощь. Есть какие-то служебные здания, есть банк, который можно ограбить, а можно и поймать того, кто решил заняться таким неправильным делом. А для любителей попутешествовать у нас есть интересное поле «Кладоискатель». Остров оно называется. Здесь вам предстоит найти клад и не попасться злым пиратам. Точно так же, как и мальчики, и девочки очень любят соревноваться, поэтому есть поле гонки. А тем, кто не может усидеть на месте, их постоянно куда-то тянет, мы предлагаем окунуться в мир космоса. Представляем ваше внимание все планеты нашей Солнечной системы. Путешествуйте на здоровье и узнавайте много нового с этим классным набором. И, конечно же, роботом Бодзи. Таким образом, любой педагог сможет в полной мере раскрыть потенциал набора. И, собственно, те учебные заведения, которые выбирают эти поля, они достаточно много выигрывают по одной простой причине, что педагог находится в одной экосистеме, в экосистеме продукции PyTechnologies в виде Бодзи. Они знают, что от него ожидать, и им не составляет труда постоянно на любом занятии, если это имеет место быть, подтягивать робота как мотивирующий фактор для изучения какой-то условно скучной ерунды. Такие дела. С вами был Александр и канал «Есть вопросы». Обязательно пишите комментарии, какие поля вы используете в своей учебной деятельности, что нам еще добавить, про что вам рассказать. И вообще, давайте уже, наконец, подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе последних событий. А что вы какаете-то вообще? Такие дела. До новых встреч и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok